всем привет меня зовут катрин байер и сегодня я дежурный пекарь на телеканале еда и сегодня я приготовлю миндальный пирог и блины и это все будет без глютена катрин байер шеф-кондитер уже много лет и до сих пор любит свою работу а все потому что для катрин большое счастье видеть какое удовольствие получают гости от ее выпечки и десертов начну приготовление именно с пирога потому что все таки ему надо выпекаться и достаточно долго здесь вообще все просто мне нужно разделить яйца на желтки и белки беру 4 яйца аккуратненько разбивая их миску и вот так аккуратно перекладываю желточки теперь желткам именно я добавляю соответственно мне нужно добавить сладости сегодня я добавлю именно заменитель сахара так как миндальный сам по себе пирог очень насыщенный жирный да то есть как бы так очень калорийное блюдо для того чтобы немного облегчить я добавила именно по этой причине заменитель сахара и так желтки мне нужно растереть и сюда же я добавлю немного цедры лимончик помытый подготовленный все как надо сделаны да то есть его нужно обязательно было зашпарить кипятком для того чтобы смыть воск до с кожи для того чтобы раскрыть аромат поэтому я его подготовила именно так заранее и сейчас я добавляю сюда немного лимона цедры можно добавить свежие очень многие сейчас используют кстати делать такую заготовку до цедра лимона замороженном виде мне больше нравится когда я добавляю цедру прямо в жидкий так скажем продукта не в муку таким образом просто аромат раскрывается больше аккуратно только до яркую часть кожицы ни в коем случае не белую чтобы не добавлять горчинки так все сняла и мне нужно взбить белки в стойкую пену так и чтобы с белки у нас взбились быстренько да мы добавляем сюда щепотку соли это добавляется не для вкуса это добавляется для так скажем химической реакции для того чтобы белки взбились быстро все не прошло даже двух минут и белки уже взбились когда взбиваем для пирога вот написано в рецепте например взбить до стойкой пены белок то есть тут самое главное просто тоже немножко не переборщить то есть мы белок взбиваем да то есть как бы он у нас стойки достаточно но во первых ему не нужно позволять долго стоять на столе раз потому что он начнет становиться таким рыхлым будет немножко неудобно перемешивать и как только получилось стойкая пена мы остановили миксер да и перестали его взбивать потому что белок тоже можно перебить да то есть как бы чем там будет больше стабилизации тем сложнее будет потом оставить все эти пузырьки в тесте потому что чаще всего мы разбиваем белок для того чтобы придать воздушность поэтому все взбилось до стойкой пены все отставили сразу в сторону не нужно стараться сделать его там еще пышнее так не получится мы уже все всю эту реакцию белка увидели прямо сейчас итак желтки и теперь в желтки я добавляю миндальную муку пирог я буду готовить с миндальной мукой от бренда этанова эта мука сохранила все полезные свойства ореха и в ней высокое содержание белка и полезных жиров продукты бренда этанова полностью безглютеновые они хороши для выпечки и десертов а также эти продукты подходят людям которые следят за своим питанием заказать этанова вы можете на самых популярных маркетплейсах страны выбирайте для своего здоровья самое лучшее выбирайте этанова и так сейчас моя задача теперь перемешать желтки с миндальной мукой и так масса просто очень густая и сейчас я для того чтобы уже нас то все таки стала пластичная эластичная я начну добавлять сюда белок то есть сейчас задача вот самая сложная это вот как раз растереть вот эту массу с первой частью белка она станет более пластичный и уже потом будет удобно очень перемалывать перемешивать вернее и так ну на самом деле вот по поводу миндальной муки хочу сказать следующее да что конечно ее можно сделать самостоятельно не обязательно ходить в магазин да достаточно просто взять миндаль слегка его до прижарить и перемолоть кофемолки вот и вся миндальная мука но во-первых чаще всего магазины нам предлагают все-таки огромный выбор да то есть это может быть мука разного помола она может быть бланширована не бланширована и вообще мы уже последнее время обленились поэтому лучше сказать магазин и еще одна причина впрок такую муку делать очень не рекомендую потому что все-таки это орехи соответственно это жир масло и вот такая мука ореховая она очень без должного так скажем без должных условий хранения она очень быстро задыхается и у нее получается потом такой вот невкусный прогорклый и вкус и аромат поэтому честно сказать очень советую просто приобрести муку и миндальную магазине если вы хотите что-то приготовить вот этот этап когда перемешиваем еще желтки и с мукой то есть это быстро схватывается очень и потом нужно добавлять белки он самый трудоемкий и трудозатратный до самой неудобной но поверьте то есть как бы как только мы разотрём уже первую партию до взбитого белка с медальной массой то есть дальше все пойдет значительно проще потому что масса перестанет быть такой дубовой и точно также по такому же принципу и готовится французские пирожные макароны опять добавляю белок опять не весь опять не полностью вот такая масса которая жирная густая до из-за орехов почему добавляется вот взбитый белок отдельно потому что сама по себе масса иначе будет тяжелой то есть если мы просто возьмем яйцо перемешаем его с миндальной мукой то есть будет слишком тяжело и будет такой прям совсем ну не пористый нелегкий вот просто такой блинчик наверное со вкусом миндаля но это немного не то поэтому чтобы все-таки насытить массу кислородом добавляется именно взбитый белок честно сказать в рецептурах чаще всего указано что ввести взбитый белок там в два в три приема я предпочитаю делить его на на большее количество приемов потому что таким образом во первых легче перемешивать можно не бояться и не переживать что-то будет перемешано не так и все-таки масса тогда становится более воздушной все на самом деле как бы масса очень приятная такая и на так скажем на взгляд на ощупь то есть именно похоже на бисквитное тесто но это совсем не бисквит и здесь совсем ни капельки нет пшеничной муки то есть глютена здесь нету итак теперь мне нужно взять форму форму я застилаю тоже бумагой для того чтобы мне было удобно вытаскивать потом застегиваю форму так смотрите у меня форма 24 сантиметра диаметром то есть зависимости от увеличения или уменьшения диаметра иначе говоря изменения может измениться и время выпечки то есть это очень важно то сейчас вот как раз я покажу что именно на форме 24 сантиметра диаметром потом у нас получится вот такой высоты до определенный пирог и печься он будет вот такое количество времени соответственно вы исходя из этого рецепта уже ориентируетесь потом нужно вам прибавлять время или нет так аккуратно немножко распределяю поровнее все немножко расправила тесто и отправляю пирог в духовку духовку я предварительно разогрела до 180 градусов ставлю туда сейчас пирог выпекаться он будет у меня приблизительно 25 минут просто потому что у меня духовка с конвекцией и она соответственно ну я знаю просто как она работает приблизительное время выпечки будет колебаться от 25 минут до 40 все зависит от диаметра вашей формы и толщины так скажем слоя теста в общем после выпечки когда я пирог вытащу из формы и вы увидите толщину этого пирога я как раз смогу рассказать все нюансы как с которыми вы можете столкнуться при выпечке а так пока все очень просто взяли яйца взбили перемешали с мукой все пирог практически готов и так ставлю его в духовку и будет он печься у меня где-то приблизительно до 25-30 минут и пока пирог печется у меня по плану приготовление второго блюда я хочу сделать блины блины без глютена и для приготовления блинов я буду использовать уже готовую смесь для блинов которая без глютена эта смесь так и называется блины она от компании этанова и у нее очень хороший состав и с ней очень удобно работать и так для того чтобы сделать блины в общем то мне нужно что молоко я взяла миндальное молоко ну просто мне очень нравится аромат вместо сахара я добавлю мед и сюда же нужно добавить немного еще масла масло можно добавить растительное но я хочу добавить сливочное но просто немножко так скажем добавить сливочности блины совсем немного там по рецепту идет 27 грамм и мне понадобится яйцо для того чтобы блинчики были пышные такие ажурные и пушистые яйцо лучше всего сначала конечно взбить то есть мне понадобится 3 яйца мой мне прям подарочек попался у меня получилось три с половиной яйца потому что мне попался двойной желток сейчас на самом деле мы уже так привыкли что такие яйца можно купить специально именно с двойным желтком который продается и когда они попадаются в обычной совершенно упаковке это всегда все равно вызывает такую же радость как и в детстве и немного взбиваем яйцо взбила немного это не бисквит готовлю да то есть как бы мне нужно просто чтобы вот у меня образовалась вот такая пышная пена очень советую не лениться и взбивать яйцо либо хотя бы отдельно белок до взбивать это насыщает просто блинчики такой воздушностью и получаются такие вот красивые именно ажурные блинчики и так добавляю сюда молоко и мед да перемешиваю сюда же выливаю масло растопленное и так выливаю взбитое яйцо и добавляю смесь для блинов так все очень просто то есть тоже не нужно добавлять там какие-то добавочки многие в блины добавляют разрыхлители многие блины добавляют там соль сахар да то есть все что доводит до вкуса здесь готовая смесь очень удобно ты взял перемешал все тесто готово больше ничего не нужно делать на самом деле очень вкусно пахнет миндалем потому что во первых блинчики на миндальном молоке а во-вторых пирог уже начинает печься и поэтому аромат стоит по всей кухне честно сказать от запаха миндаля мне почему-то все время хочется заварить себе кофе так что я думаю как только у меня появится минутка я именно это и сделаю так сковородка для выпечки блинов наверное у всех дома есть своя удобная привычная но это естественно у тех людей кто жарит блинчики да они покупают их поэтому о том как смазывать ее нужно маслом не нужно маслом вот она у каждого эта сковородка своя и как правило ее хозяйки вообще не трогают и больше ничего на ней не жарят кроме блинов и так для того чтобы она проснулась да я копаю немножко растительного масла и после этого это масло удаляю салфеткой таким образом моя сковородка просыпается для выпечки блинов прекрасный красивый блинчик если никому не рассказывать никто никогда и не подумает что это блинчики без глютена просто не отличить от обычных блинов не ну может быть тот переворачивает конечно же лопатками ну простите да вот я переворачиваю это просто соответственно руками блинчик потрясающе красивый то есть как бы это прям показатель показатели обязательно состава состава смеси для блинов проверяла потому что их неоднократно то есть это касается и обычно блинной муки да то есть которая называется блинная потому что туда тоже совсем немножко нужно добавить продуктов и получается у нас типа вкусные блины не всегда это работает здесь то есть самый первый блин это как раз и есть показатель того что все работает великолепно то есть даже если вы не умеете готовить никогда не готовили все равно получится а по поводу 1 блинкомом это сейчас все думают что 1 блинком это значит что я это не получится что это не должно получиться на самом деле это не так первый блинкомом то есть кома это медведь то бишь лесной дух то есть это первый блин всегда самый хороший отдавали лесному духу то есть была такая старая славянская наверное притча что ли поверье были на как угодно это называете но первый блинкомом совершенно не означает то что этот блин не получился это означает то что вы первые самое хорошее отдаете кому-то, чтобы у вас все в жизни получилось и все было хорошо. Вот такие сказки. Все, блины пекутся очень быстро, мне уже не оторваться от них, то есть я продолжаю и допеку их, естественно, до конца, и как раз, наверное, к этому времени и пирог тоже поспеет. Что ж, блины готовы, но они ждут своего напарника, это миндальный пирог, который еще печется в духовке, а у меня как раз выдалась минутка попить кофе, как я и хотела. Сегодня магазин Мечта Гурмана угостил меня очень хорошим кофе от компании Сильвестра. Этот кофе производится в Европе и имеет пятиступенчатую систему очистки зерен, поэтому кофе Сильвестра это только безупречный вкус и без лишних примесей. А если вы любите кофе, но не любите кофеин, в линейке производителя вы найдете кофе без кофеина. А еще вместе с остальными угощениями я подам трюфельные туроны от Рафа Коричитеги и Снавары. Эта ассорти включает в себя четыре вкуса, от терпкого и насыщенного до нежного цитрусового. Эти и другие продукты вы можете купить оптом и в розницу в магазине Мечта Гурмана или заказать на сайте мечтагурмана.ком Так, доска мне не понадобится, у меня блинчики отдохнули, созрели. Слушайте, ну выглядит потрясающе вообще. Так, хочу показать единственное по блинчикам, что они настолько получились вообще ажурные и классные. Хочу положить их отдельно на тарелку тоже. Очень часто просто, когда готовят блины без глютена и заменяют, например, какой-нибудь, ну, любой другой мукой, в которой не содержится глютен, блинчики начинают ломаться, потому что они получаются слишком сухие. То вот сейчас просто то, что я вижу, блины эластичные, их можно даже фаршировать, все что угодно с ними делать, можно подавать их просто так. То есть это просто мое замечание, так как есть опыт приготовления именно без глютена. Так, и миндальный пирог тоже готов. Помогу ему отойти от формы, так сказать. Аккуратно снимаю бумагу и возвращаю пирог на место. Ну и так как все-таки сейчас это самостоятельное блюдо, поэтому мы придадим ему товарный вид. Немножко его припудрим. Получилось? Получилось. Это, конечно, импровизация, но таким образом я показываю, что можно украсить абсолютно все. Вообще есть такая поговорка, плохого пекаря не бывает, бывает мало сахарной пудры. Вот тут как раз тот самый вариант. На самом деле, единственное, что хочу сказать. Обратите внимание все-таки на этот рецепт миндального пирога, потому что он базовый. То есть это рецепт может быть самостоятельным. Он, на самом деле, очень быстро печется, не так долго, как может показаться. Это раз. Его можно съесть самостоятельно, его можно использовать в качестве прослоек для торта. Его можно отпечь так, что можно с помощью этого пирога, вернее, бисквита миндального сделать рулет. И все эти десерты, которые я перечисляю, то есть это может быть торт, это может быть рулет какой-нибудь, да, там со свежими ягодами, взбитыми сливками. И все эти продукты, вернее, все эти десерты, они будут у вас без глютена. То есть у вас огромная получается база такая, которая позволяет вам, соответственно, экспериментировать в кулинарном плане. То есть это может быть и самостоятельное блюдо, и может быть полуфабрикат для изготовления, например, праздничного торта. Что ж, я режу пирог и, соответственно, пробую. Особенность миндальной выпечки тем, что она, как бы, очень хорошо, в принципе, пропекается всегда. И то, что у нее мякиш остается рыхлый, вкусный и очень ароматный. Даже уже вот пирог вроде бы готов, но, тем не менее, как бы у него все равно стоит вот аромат миндаля. Что ж, как я и хотела, к миндальному пирогу очень подходит чашка кофе по вкусу, по сочетанию. Поэтому у меня будет дегустация особенно приятной. Очень вкусный, рассыпчатый, абсолютно самостоятельное изделие, то есть получается. И еще раз повторюсь, то есть с ним можно просто дальше колдовать сколько угодно. Его можно превратить прямо в шедевр кондитерский. И, поверьте, он не уступит вообще по вкусовым своим значениям профессиональным изделиям. Что ж, глоток кофе и пробую блинчик. Блинчик очень красивый. Вот не знаю, почему-то сегодня у меня такое настроение, что я отдала свое предпочтение блинам, наверное, чем пирогу. Да, вкусные, сочные блины. Что ж, я очень довольна сегодняшним своим дежурством. И не только потому, что у меня получились очень классные блины и пирог, но еще то, что у меня есть очень вкусный кофе. С вами была я, Катрин Байер. Всего вам самого хорошего. Готовьте с удовольствием. Готовьте с удовольствием.